По ошибке перевели деньги на чужую карту? Как вернуть свои денежные средства? Инструкция от юриста. Мои уважаемые подписчики и гости канала, с вами сегодня буду я, юрист-эксперт Евгений Корсакин. И сегодня разберем следующую ситуацию. Допустим, вы хотели перевести деньги со своей банковской карты на карту родственника или знакомого, но случайно перепутали, ввели неверно данные и заметили это только после подтверждения операции. Что делать в данной ситуации? Именно на этот непростой для многих вопрос вы найдете ответ, досмотрев это видео до конца. В первую очередь стоит позвонить человеку, которому вы перевели денежные средства. Объяснить ему ситуацию и попросить вернуть деньги. В большинстве случаев это помогает и проблема решается. Но мы рассмотрим ситуацию, когда вам отказали. В данном случае вопрос придется решать через суд, но здесь есть несколько важных нюансов, которые необходимо знать. Первое. Кто будет являться ответчиком в данном случае? Согласно статье 28 ГПК, исковые заявления подаются в суд по месту проживания, месту жительства ответчика. В исковом заявлении необходимо указать паспортные данные ответчика, начиная от фамилии, имя, отчество и заканчивая местом жительства. Следовательно, для подачи заявления вам необходимо знать все вышеперечисленные данные. В то же время вы не можете просто написать в исковом заявлении, что перевели денежные средства по этому номеру, который принадлежит такому-то человеку. Само собой, полиция и банк не дадут вам персональных данных. В данном случае, самым правильным решением будет обратиться с иском к банку, который проводил операцию. Параллельно этому необходимо заявить ходатайство об истребовании у банка сведений о получателе платежа. Далее судья сам в ходе рассмотрения дела заменить ненадлежащего ответчика согласно статье 41 ГПК. Второе. Что предоставить в качестве доказательств? Судебное разбирательство будет проводиться по поводу неосновательного обогащения в статье 11.02 Гражданского кодекса. Следовательно, надо доказать факт того, что передача денег состоялась, а правовых оснований для этого не было. Иными словами, деньги были переданы по ошибке. В первую очередь, истец должен доказать факт перечисления денежных средств. Здесь все просто. Нам будет достаточной выписки из вашего банка для укрепления доказательной базы. Обязательно обратитесь в банк с заявлением об отмене денежного перевода. Важный момент. Обязательно составьте заявление в двух экземплярах, чтобы один был всегда у вас на руках, и вы могли его представить судье. А представитель банка обязан поставить на вашем экземпляре дату получения, должность, фамилия и подпись. Абсолютно не лишним будет показать судье возможность совершения данной ошибки. Речь идет о том, что вы можете показать судье схожесть номера, по которому вы перевели деньги, и нужный вам номер. Если вы ошиблись в одну цифру, то это будет заметно. В свою очередь, ответчик должен доказать обоснованность перевода денежных средств, которые он получил. Например, ответчик получил деньги за оказанную услугу. Если он это не сделает, а вы представите все вышеперечисленные доказательства, то суд обязывает ответчика вернуть денежные средства. Также вы имеете право претендовать на возмещение материального ущерба. Надеюсь, видео было для вас полезным. Жмите ваши лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Пока-пока!